Сегодня на территории нашего сельского поселения проходит традиционный марийский праздник Симык. Коллективов приехало очень много, народу приехало тоже очень много. Все желают отпраздновать этот праздник в красивой, хорошей обстановке. Мы проводим этот праздник второй раз. На нашей территории он проходит, и проходит он на территории деревни Большая Амзя. Вся деревня вела подготовку к данному празднику. Люди желали навести порядки, благоустройство деревни. На крыле столы, очень все красиво. Поэтому я думаю, что праздник пройдет сегодня на хорошем, высоком уровне. Этот данный праздник, он сплачивает народ, дружбу народа сплачивает. Люди проявляют свою умелость, выносливость, как говорится. Пройдут игры. Ну, надеемся, что будет весело и красиво. В Краснокамском районе проходит традиционный марийский праздник Симык. Огромное спасибо хочется сказать главе администрации Радзиху Мухаммеднорчу Гельмулину за большую работу в проведении благоустройства данной территории. Праздник проходит на территории Раздулевского сельского поселения в деревню Большая Амзя. Также большую работу по благоустройству проведена администрацией Раздулевского сельского поселения Светланы Фатиховны и ее коллективом. В целом у нас по Краснокамскому району проходит множество фестивалей, конкурсов, праздников марийской национальности, коллективов художественной самодеятельности очень много. Четыре коллектива художественной самодеятельности носят высокое звание образцовый и народный. Сегодня на празднике очень много гостей. Это коллективы Калтасинского района и Инаульского района. Очень много гостей. Очень любим праздник этот нашим населением не только Краснокамского района и близлежащих районов и городов. Всех поздравляю с праздником и чтобы все от этого праздника получили удовольствие. Это семья Петрова. Мы сегодня празднуем праздник семы. У нас праздник проводится впервые. Нашей деревне праздник проводится впервые. Это у нас все свое. Что-то у нас это по наследству передается. Но это очень синим бережом то, что нам осталось от бабушек, от дедушек. Мы это все бережем. Бабушка Ян Сипа – это наша добрая соседка. Ей в этом году 99 лет. Дай бог, в следующем году исполнится 100 лет ей. Мы надеемся, что исправно исправим 100 лет и юбилей нашей бабушки, нашей соседки. У нас это пятеро детей у Афанасия Михайловича и Соклавдии Собаевны. Мы все заготовились всей семьей. Кто что, кто пироги с утра, как полагается с утра, все готовились со вчерашнего дня. Это детство вяжем, вышиваем. И это все продолжается до сегодняшнего дня. Мы показываем это. С удовольствием мы сегодня показываем все наши рукоделия. Что вот сами видите и салфетки, и скатерти, и паласы. Наши дети с этим очень заинтересованы. У них много научных работ. Я бы хотела показать даже их работы. Они с седьмого, шестого класса, они занимаются этим делом. Мы этому все это можем предоставить. Мы все выставили сегодня. Наши дети живут нашими интересами. Этими же с малых лет занимаются. Мы к этому очень это рады. И стараемся, чтобы они поддерживали эти традиции, наши традиции, семейные традиции. Как раз вот этот мой сын Игорь Петров, это вот тематика, вот этот Марийский праздник Семык. Это все его документально, вот он это проводил в районе. И это занял второе место в нашем районе. Вот как раз вот по этому празднику. Деревня Большая Амзя – великий праздник. Праздник фольклорный, национальный Семык. К этому празднику мы начали готовиться очень давно, где-то с начала Нового года. И готовились почти что пять с лишним месяцев. Это праздник наших предков. Начали праздновать древние-древние наши предки. И мы поддерживаем эту традицию и надеемся, что продолжим. Это национальный праздник, праздник тех, праздник усопших, кто ушел в иную жизнь. Это значит, мы их вспоминаем, мы их встречаем, угощаем и провожаем. Наша деревня преобразилась. К этому празднику, я уже сказал, готовились давно. И подготовка шла очень бурно. Все население откликнулось на отзыв нашего сельского поселения. И надеюсь, что этот праздник пройдет дружно, весело и активно. Вот эта площадка готовилась четырьмя семьями. Семьями Фоминых, Петровых, Ирдубаевых и четвертая семья – Сиддиковых. Все мы договорились, кто накрывает стол, кто готовит исторические, скажем, национальные костюмы, вышивки, инструменты старинные. И подготовились и накрыли стол. Надеюсь, что всем понравилось, понравились наши угощения и все остались довольны. Переходя с одного сельского поселения в другое, где компактно проживает марийское население, проходит праздник Семок, Троица. Семок – это после завершения весенних полевых работ, память о своих предках, день поминования своих предков. Поэтому этот праздник считается самым священным, самым нужным, самым красивым и светлым. Мы в Краснокамском районе этот праздник проводим уже 16-й раз, переходя с одного сельского поселения, как я уже сказала. И вот на сегодняшний день он так красиво проходит в маленькой деревне Роздолевского сельского поселения, деревне Большая Амзя. Мы видели, как люди готовятся к этому празднику. Как пожилые люди выходят на улицу своими натруженными лицами, улыбаясь, встречают гостей. Это говорит о том, что марийское население сегодня в действительности готово проводить этот праздник. Посеяно на полях урожай, посажены картофель, овощные культуры. Поэтому до встречи нового урожая можно праздновать, можно угощать своих друзей, можно угощать своих соседей. И вот так красиво, правильно жить. Потому что так жить мы научились благодаря тому, что марийское население, как и другие народы в Башкортостане, живут не обижаясь. Потому что все создается для народа, чтобы он правильно, красиво жил, чтобы работал сполна, получал удовольствие от труда. И вот благо, что есть такие праздники. Хочется сказать огромное спасибо главе администрации муниципального района Краснокамский район Разив Мухамедовичу Гельмулину. Потому что здесь, в маленькой деревне Большая Амзя, была проблема с дорогой. Он в считанные дни провели грейдирование и проложил щебень. Это говорит о том, что наш глава держит свое слово. И своим словом он населению, труженикам села, в действительности дарит хорошую, нормальную жизнь. Спасибо ему. От имени всех присутствующих, наверное, на этом празднике огромное спасибо. У нас с 2012 года работает Шайдулин Вячеслав Михайлович ОНАЕН, КАРТ Краснокамского района. С ним совместно создали в семи сельских поселениях, уже конкретно в населенных пунктах ОНАЕН. И в этом году мы уже работаем над тем, чтобы регистрировать религиозные наши общественные объединения при правлении Эрвел-Марей. Эта работа ведется. С праздником вас, дорогие друзья, морейцы, морейки. Мы сегодня собрались сюда на праздник семи, называется морейский общий, общий диаспор. Я желаю от этого, от этого, от всего, всего-всего хорошего, на лучшее, хорошо провести праздник. На следующий год, чтобы вместе, вместе все вот так же морейцы собрались, всю кучу и веселились. Мы приехали в соседнюю, из Калтасинских районов, мы тут рядом живем. У нас ансамбль «Райдем-Райдем». У нас ансамбль уже, наверное, около 15 лет занимаемся. У нас был сначала руководитель, сейчас руководителя нету. А мы без руководителя. Когда был руководитель, мы были в Уфе, гала-концерт. Балтасевы были, Куяновы были. Сюда приехали мы уже второй раз. Первый раз в год, 3-4 года назад было, тоже пригласили. А в этот раз пригласил нас в специальный район. Мы за это даже очень благодарны. От души благодарны. Хреб, соли встречали, очень даже нравится. Это было бы, каждый год такой праздник провели, где бы ни было. Мы бы все пригласили, мы бы туда были, наверное, пригласили, что мы ходили, пришли бы туда. Такие праздники я была в Раздолье, Орлане я видела, вот здесь тоже третий раз. Продолжение следует...